всем привет хочу показать вам скелет шкафа само наполнение у нас получается мы ставим мебель вот ну и как бы сами распределение полочки выдвижные ящики вот штанга под вешалку несколько то есть два варианта под короткие вещи под длинные вещи даже разница есть под короткие вещи принципе распределение идет метр десять но у нас просто по дизайну два таких больших выдвижных ящиков очень большие массивные ящики будут на доводчиках фасады я еще не ставил сегодня уже все вот с фасадами конечно шкаф намного интереснее будет а само наполнение самой интересности в том что здесь два больших таких массивных ящика мы заказчика пытались как бы отговорить а потом подумали а почему бы и нет почему не поставить такой массивный ящик то есть распределение будет под допустим щетки для обуви вот вот сама обувь то есть это шкаф во входной группе поэтому здесь будет верхняя одежда вся хранится что у нас по конструктиву а вот если кто заметил у нас шкаф состоит из трех частей то есть идет у нас вот это вот маленькая часть середина вот и еще раз маленькая часть почему так ну ограничение у нас идет во первых вот этот щиток в этом щитке выступают у нас вот эти вот штуки ограничение у нас выступающий вот этот багет на стены и ограничение у нас идет освещение освещение у нас в принципе можно было бы и снять можно было бы договориться но так как у нас не было договоренности с прорабом не было общего понимания он быстрее хотел сдастся вот поэтому электрик пришел поставил то что ему интересно все остальное он не поставил вот видите вот этот торчащий провод это у нас идет как раз провод для удлинителя вот я так полагаю что электрик для того чтобы не запачкать не за не поцарапать розетки вот он не поставил не подключил всю систему к промотке хотя в принципе уже человек хочет заехать вот тут уже недолго осталось можно было бы это все они мог обоставить поэтому я не даже не знаю почему так произошло ну вот мы пока работаем таких вот условиях спартанских не очень удобно то есть для того чтобы задвинуть шкаф нужно отключить удлинитель примериться если не подошло еще раз отключать ну то есть это не очень удобно точно также здесь свой дискомфорт вот эти вот задние розетки что они там будут хранить хотя я догадываюсь это подключение вай фая скорее всего будет там прятаться это даже очень хорошо когда вот эти вот некрасивые вай фай модем и вот они где-то спрятаны в какой-то мебели так ну что в большом ящике у нас вы видите конфирматор торчащие то есть эти конфирматор они будут спрятаны не переживайте вот и у нас здесь идет так как у нас ящик очень большой у нас идет дсп днище дсс дсп хотя в принципе на такую глубину если допустим знаю что ничего там тяжелого не будет хранится то можно и двп поставить но мы на всякий случай укрепили теперь у нас вот эта вот часть средняя она как бы висит в воздухе то есть если ее не подпирать сзади то по идее этот шкаф может сложиться у нас не видно ну я-то чуть-чуть вижу но камера не покажет там есть опорная планка которая держит середину для того чтобы не сложился шкаф само отделение вообще если позволяет место позволяют условия чтобы можно было предвинить шкаф то в целях экономии у нас по сути хорошо ну считайте один лист лишний дсп дороже получился вот но зато мы в целях экономии можно было бы это сделать шкаф именно целиком вот меньше было бы разрывов больше крепче он был бы сам бы по себе но так как у нас такие вот условия поэтому мы и зазоры здесь оставили где-то по 12 миллиметров здесь чуть больше за счет того что здесь вот этот узор по поводу вот этого выреза мы здесь есть такие п-образные накладки продаются вот они из разных цветов как раз белый само собой разумеется тоже есть вот и мы наклеим и будет красивенькая такая рамочка то есть сам щиток ну тут есть два варианта если понимают что здесь никто копаться в этом не будет то можно было бы вот эту вот вырезную часть сделать меньше щиток был бы открыты постоянно либо поставить щиток но чтобы дверка открывалась вот это было бы намного аккуратнее не было видно стены что серого цвета а так она будет видна это на тот случай если допустим щиток нужно вытянуть чтобы поковыряться в этих проводах потому что когда есть крышка верхняя она закрывает вот эти вот как раз провода чтобы никто руками не полез то есть выступает только вот эти вот выключателя ну точно также здесь здесь подвод интернет кабеля или телефонный кабель не знаю конфермат у нас еще не закрыты заглушек нет беленьких поэтому когда будут мы их это все аккуратно то закрываем прошу прощения кашлю теперь мы вот эти вот шкафы соединили в тех местах видеть точку пальчиком вот мы там соединили вот в этих местах как раз будут проходить петли петли они закроют вот эти вот крепления почти везде то есть у нас будет где-то проходить петля посередине мы соединим если где-то еще вот надо будет соединить шкаф для того чтобы не было таких разбежностей ну то видите гуляет доска гуляет то мы его соединим ну и заглушечкой закроем аккуратно чтобы этого не было видно теперь у нас идет линтус 100 миллиметров точно также 100 миллиметров мы сделали цокольную планку это очень красиво симпатично и в некоторых случаях это даже позволяет хорошо ну нормально открыть шкаф если если это требуется открывание не на 110 градусов есть петли которая называться крокодилы они открывают чуть больше не помню сколько там градусов по 135 так ну вроде бы как все то что я смог то что я помню о чем я хотел вам показать сами полки у нас верхние полки идут внутри расстояния 300 миллиметров у нас будут верхние фасады и нижние фасады а также посередине отдельно фасады на выдвижные ящики махина очень большая по сути вся длина больше двух метров поэтому такая вот ситуация что по поводу вот у нас сверху идет монтажная планка это монтажная планка очень хорошо позволяет нам делать все конструкционные вопросы решать вот оставлен один сантиметр для того чтобы если допустим у вас могут если в этом здесь есть неровность пола чтобы мы могли регулировать и это позволило бы нам вот этот сантиметр поднять от регулировать вот поэтому ничего страшного хотя есть такие уникумы которые делают под завязку потом она не влазит потому что надо выравнивать сам шкаф поднимается вот и надо ехать к себе на станок подрезать для того чтобы можно было всунуть эту монтажную планку ничего страшного если в этом плане есть это монтажная планка с маленьким зазором будет гулять воздух не будет плесени ну конечно будет интереснее посмотреть и сравнить шкаф с фасадами этот же шкаф с фасадами насколько он будет интереснее смотреться потому что сам скелет мало кого интересует но хотя вот как наполнение кто-то для себя зарисовочки такие сделают можете в комментариях написать что вам больше понравилось что не понравилось потому что для нас это очень важно знать ваше мнение и принципе чтобы это мнение мог кто-то прочитать о том что как можно делать как нельзя делать как она на самом деле на практике потому что допустим как для меня вот такие вот выдвижные ящики ну широковато я бы их разделил еще раз на два было бы четыре выдвижных ящика хотя принципе люди привыкают к этому и нормально живут тем более что ящик глубиной 50 сантиметров махина достаточно большая ну и положить туда есть что в общем вот такие вот у нас было все на этом как бы я завершаю пишите подписывайтесь всем пока